Сегодня сожгли за собой мосты. Мы демонтируем все, что можно. По расписанию и даже с забегом вперед. Прямо сейчас строители наращивают площадь будущего госпиталя. К посудоцентру, где еще недавно шла торговля, добавляют соседний блок, чтобы общая площадь больницы составила 8 тысяч квадратов. Дополнительное строительство обойдется примерно в 160 миллионов рублей. Такую сумму назвал мэр Вячеслав Ранг. Пока эти деньги предоставляет сам Владимир Отмашкин, и это не считая той суммы, за которую он купил здание. Точная сумма неизвестна, но ранее цена торгового центра превышала полторы сотни миллионов рублей. Кроме строительства, за пару недель в здании залили 2,5 тысячи квадратных метров полов, демонтировали часть перегородок, заканчивают вывозить стеллажи, тянут электричество. Когда начнется активная фаза работы, здесь будет находиться до 200 человек одновременно. И чтобы никто не запутался, есть стенд о том, кто за что отвечает. Вот блок непосредственно солдат, которые работают в бою, а это все блоки обеспечения. Единственное, в этом пока надо доработать эту схему, нет опять же заказчика, да, но мы его включим обязательно, чтобы он участвовал в этом мероприятии. К слову, заказчика, краевого Минздрава, нет не только на схеме. У строящегося госпиталя все еще нет заказчика и юридически. Проигнорировал Минздрав и это первое выездное совещание с участием СМИ. От министерства был лишь представитель, который молчал и держался в стороне. Давайте не буду я сегодня комментарии давать, я уже не уполномоченный, начать с вами. Впрочем, за две недели министерство еще ни разу не комментировало строительство ковидного госпиталя в здании посудоцентра. Хотя 12 ноября на совещании в мэрии зампредседателя правительства Александр Климен заявлял, нужно объединять усилия. Чтобы работа шла быстрее, сейчас несколько инстанций дорабатывают проект, лишь предварительно согласованный с министерством. На сегодняшний момент конструкторы просматривают решения по конструктиву, по стенам, по кровле и выдают решение, где что надо демонтировать и как нужно его поменять. Соответственно, смежники, сантехники, электрики, они смотрят свои разделы. Идет подсчет мощностей необходимых на данный объект по воде, по электрике, по вентиляции. По словам проектировщиков, чисто технический объект несложный. Хотя они впервые работают над перепрофилированием такого рода здания в медицинское. А значит, просчитывают все нюансы. В первую очередь это поточность, потому что должны быть разделены потоки. Здесь также будет и создана реанимационная зона. Те, скажем, то отделение, которое будет просто кислородное, и реанимационное отделение – это абсолютно разные требования. Поэтому и требования к вентиляции, в том числе воздухообмену. Реанимационная зона займет 50 коек. Она потребует более низкого потолка, чем здесь. Подключение к коек кислороду – это лишь самые очевидные требования. Детальная проработка, то есть свет в каждом помещении, количество санузлов, мощность электричества – возможно, будет только с согласованным всеми проектом. Если мы применим такое слово, как бы работа с колес, что ли, да, в этом сложность. Чтобы мы все учли, чтобы проектировщик мог прорисовать, передать эти документы строителям, а строители начали двигаться. Вот это сложность. А остальное, ну, мы будем что-то здесь как-то стараться это оперативно закрывать. Точных сроков в рабочей группе назвать не берутся, так как нет понимания действий всех сторон. В частности, до сих пор неизвестно, когда Минздрав станет официальным заказчиком работ, на каких условиях и когда он возьмет это здание в аренду, какому времени сможет наполнить его оборудованием, на какие деньги его закупят и сколько врачей сюда перебросят. Ответы на все эти вопросы журналисты ждут от Краевого министерства здравоохранения. Ковидный госпиталь так нужный городу, пока возводится на энтузиазме рабочей группы, которую возглавляет мэр Барнаула. И чтобы этот процесс ускорился, нужна совместная работа всех заинтересованных сторон и открытость их действий. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.